Генеральный спонсор показа телепередачи «Просто и вкусно» – торговая марка «Президент». Спонсоры показа телепередачи «Просто и вкусно». Торговые марки «Лиада», «Ханса». Пусть делают все, что хотят, но повышать цены на кофе – это уж слишком. Героиня Сергея Довлатова. Здравствуйте. В эфире «Просто и вкусно» на телеканале РТР Молдова. И сегодня у нас в гостях человек, который знает про кофе все и даже немножечко больше. Легендарный кофеман страны Александр Стукалов. Саша, привет, дорогой. Доброе утро, добрый день. Ну, кому как. Некоторые просыпаются даже позже. Ну, я понимаю. Кофеманы, как правильно, просыпаются чуть-чуть попозже. Поэтому 12 для Саши – это нормальное доброе утро. Да нет, я в последнее время просыпаюсь в 6 утра. Почему? Что случилось? Так, новый образ жизни, да. Саня, а от чего мы прячемся вот в такой шляпе замечательной? Лето, жара. Интересно, шляпа? Легким движением руки шляпа превращается вверх. А можно ей кофе приготовить? Ну, так кофе? Мы кофе будем готовить сейчас. Но кофе – это само собой. Без этого же никак нельзя. Потому что где ты, там и кофе самый, кстати, вкусный и самый полезный. Но, с чем ты к нам сегодня пришел? Чем удивишь? Сегодня мы будем готовить сельдь под гортично-кофейным соусом. Это селедка с кофе? Нет, мы специально и кофе, и горчицу приготовим специальный маринад, где мы селедку замаринуем и потом выложим ее. С кофе будем мариновать, естественно. Нет, я понимаю, селедка с водочкой – это да, это нормально. Селедочка, ну, самое интересное, если мы возьмем кофейную водку, есть такая у нас тоже, и возьмем на бутербродик, на кусочек масла, положим кусочек кофейной селедочки, у нас получилась очень интересная вещь. Да, у тебя уже слюни текут. Да, вот хочется увидеть, как все это будет происходить. Значит, для этого все ингредиенты уже есть. Сначала мы должны будем приготовить кофе. Так, во-первых. Нет, для селедки что нам понадобится? Кофе понятно. Мелий, Мелий. Расскажи, пожалуйста, секундочку. Возьми так в руки и крути. Я понял, да. Расскажи, ну, селедку я вижу, что нам понадобится? Да, значит, мы должны, мы приготовили, должна быть уже соленая селедка, именно соленая, слабо-соленая, но не с перцем, просто обыкновенно. У нас есть филе сельди на вешке. Да, филе сельди. Что еще нам понадобится? Сельди, которая уже посолена. Так. После чего нам необходимо сварить кофе, потом нам нужна горчица, подсолнечное масло, мы должны отварить, будем картошку, отварить свеклу, отварить яйца, можно еще отварить тыкву. Но это не обязательно. Это просто, это вымыть овощи, и на нее потом выкладывается заваризованная сель. Поливается соусом, и пойдет сюда стол. Ну, Дэн, давай мы сначала, сейчас мы включим плиту. Где она включается у вас, плита ваша? Стой, 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 стой. Так, не умею. И до конца, держи пальчиком просто, не надо давить, это сенсорная плита. Все. Простая, безопасная. Это мы поставили в воду, для того, чтобы приготовить, утварить свеклу. А тут мы сейчас, я поставлю, чтобы мы приготовили кипяток, потому что мы должны сначала сварить кофе. У нас есть уже мытая свекла, мытая картошка. Крошка так. Так, мы, в принципе, сейчас это можно поставить в кипящую воду, будем солить сразу или чуть позже. А ты говори, что делать, я буду помогать. Потому что я первый раз слышу такой рецепт селедка с кофе. Скажи, пожалуйста, ты первый раз варишь картошку? Нет, картошку нет, давай этим займусь. Так вот, вари картошку, вари кофе, вари яйца. Кофе ты уже помолол, сейчас я дамолю кофе. Нормально? Да. Все, тогда я занимаюсь варкой, ладно? Хочу сказать, что у меня есть рецепты жиркового с кофе, есть рецепт супа. С кофе. Суп с кофе? Да, суп с кофе. А борщ с кофе? Ну, там, получается, там берется баранина, опять же, зажарка и все прочее. Знаешь, у меня еще одна идея есть? Давай я тебе сейчас сварю. Кафе Суа Да. Сегодня лето, сейчас же лето. Поэтому я тебе приготовил. А что в переводе оно означает? Означает кофе, кафе Суа, это кофе с измещенным молоком, пропитанным в Вьетнаме. После его тебе принес. Кофейник называется Фин. Фин. Не на наш, а Фин. Ага, я понял. Для Фина, да. Замечательно. Поэтому советский аналог выпущен в 60-м году. Чайник не выключать. Кто у кого его. Вот так, смотри, легко и просто. И вот сюда на минус. Все, понял. Вместе с картошкой мы опускаем яйца. Заливаю сюда. По совету бывалых. Залил сюда. Я так делаю первый раз, если честно. Никогда не варил раньше картошку с яйцами. Но должно получиться, да? Я думаю, что да. Так, мы поставим сюда чайник. Из турки. Это кофе. Так. Перелем в чашку. Так. Это приготовим, как готовят в Израиле, под названием кофе-ботс. Какое кофе? Ботс. Переходим в грязь. Грязь? Да, в Израиле готовят так. И у нас где-то вот есть блюдце. Мы сейчас это накроем. Пусть настаивается. Саш, скажи мне, пожалуйста. А какого сорта кофе ты принес сегодня? Вот какого сорта кофе для маринада с селедкой? Это не принципиально важно. Ага. Не принципиально важно. Но я готовлю именно резкие сорта. Я беру обычно робусту с арабиками. Саш, люди хотят видеть твое лицо и выражение глаз, когда ты все это готовишь. Нет, ты шляпу не снимай. Я снимаю шляпу. Ты ее просто надень, как дебель, и тебе будет видно. Так, значит, дальше. Шляпа классная, но тебя не видно. Так, дальше. Вот мы принесли сейчас кофе. И теперь я в кофейнике сделаю вот вещь, разгущенное молоко. Теперь я сейчас обварю этот кипятком, чтобы он был горячий. Сюда. К лобу кофе. Так. Более крупного помола. Так. Видите, оно не просыпается туда. Сейчас я сюда. А мне что делать? Ты говори, можешь нарезать помидоры, лучок заранее. Так, подожди секундочку. Сейчас мы приготовим кофе. Чтобы ты мог выпить чашечку кофе. Вот я положил сюда. Ну, вообще приятно. Вот, и потом надо так вот провернуть несколько раз. Провернуть. Какая технология. Вот я теперь начинаю. А оно будет просачиваться, водичка? Это фильтрационный способ. Мы его потихоньку просачиваемся, набухать и просачиваемся. Прямо в молоко? Вот, да. Прямо в молоко. В сгущенное? Да. Это будет так пьют кофе во Вьетнаме. Казалось, кафе суа. Во Вьетнаме? Да, во Вьетнаме. Это тут добрая половина сгущенного молока. Так, поэтому я тебе приготовлю очень вкусный напиток. Ты попробуешь, а потом скажешь свое мнение, что мы тебе приготовили. А когда будем кофе для маринада с селенкой? Я и селенку хочу попробовать. Кофе для маринада мы вот сейчас тут, оно настаивается. Кофе по-грязному, по-израильски. Кофе ботс. Ну, не по-грязному, просто кофе ботс. Ботс. В принципе, у нас вот тут еще находится, называется, кориадор де кафе. Это, а вот эта штучка называется болсито. О, это приспособление, костариканский кофейник, который варит кофе. Так, вот смотри, видишь, вот кофе уже простая. Давай покажем. Вот так. Да, как называется, кофейник фин. Практически родное название. Я понял. А есть кофейник на наш? Нет, увы, кофейника на наш. Наш? На наш нет, еще пока нет, такого нет. Уже практически кофе все просочилось. Кофе размешиваем со сгущенным молоком. И после чего кидаем сюда лед. Лед. Это кофе с сгущенным молоком называется кафе суада. Ну что же, я бы хотел, чтобы вы это попробовали. Это для меня? Это для вас. Пробуйте. Кафе суада. Вообще, если честно, приятно. Приятно, когда в обеденный час тебе подают чашечку вот такого кафе суада. Кафе суада. Да. Это та суа, которая нужна. Да. Суа то, что нужно. Кафе суада. Песня. Вкусно? Очень вкусно. Да, это будет. Так готовит кофе во Вьетнаме популярный вьетнамский летний напиток. Кафе суада. Кофе для маринада. Дальше, кофе для маринада. Все. Давай. Теперь наш кофе уже настоялся. И теперь мы его будем фильтровать через булсито. Вот, гуси тут осталось. Кофе. У нас есть 50, ну, может быть, 70 миллилитров, миллилитров приготовленного кофе. После чего мы должны в этот кофе положить 50 грамм горчицы. Горчица лиада, между прочим, Саша? Да. Самое интересное... Наша отечественная. Я понимаю. Вопрос тут такой. Как нужно. Добивает на раз. Слезки текут от радости. Я думаю, что наши горчицы надо делать меньше, потому что рецепт не наш. Рецепт это норвежский. И я думаю, что у них такой горчицы нет, потому что европейцы используют более слабую горчицу, более сладкую. Поэтому я считаю, что... Вот об этом я и говорю, что наша горчица такая, как надо горчиться. Всем горчицам горчица, да. То есть этой горчицы надо положить, наверное, меньше. Так, у нас тут сколько в бутылочке грамм находится, друг мой? 200 грамм. У нас тут четвертую, значит, мы... Хватит нам. Я сейчас еще сюда положу. Ну, ты не жил, ешь наши горчицы. Я думаю, что вот это, даже грамм 40 я положил, и больше кофе. А по рецепту сколько требуется? Там надо 50 грамм кофе на 50 грамм горчицы. Мы должны сейчас это начать взбивать. Потихоньку. Вот я вам даю, вы взбиваете. Ага, да, давай. А я сейчас, сейчас возьму, положу на сюда несколько салфеток, потому что рекомендуется в рецепте, будьте любезны, вилочку, чтобы я положил сюда филе, чтобы филе сельди отдал это лишнее масло. Пожалуйста, вилочку. Так, вот мы сейчас кладем сюда филе сельди. Ага, для того, чтобы промыкнуть, промыкаем селедку перед тем, как будем ее опускать в маринад, да? Да. Селедку мы кладем сюда ее. Вот, и, наверное, еще возьмем один раз, накроем ее, накроем ее, чтобы она пропиталась, впитала лишнее масло. Теперь нам понадобится растительное масло. Мы взяли с тобой 50 грамм миллилитров готового крепкого кофе. Туда добавили приблизительно около 50 грамм горчицы, но ввиду того, что горчица более крепкая, мы взяли 40 грамм горчицы. И теперь нам надо добавить 100 граммов, 100 миллилитров подсолнечного масла. Вливаю тонкой струйкой, а вы помешивайте, чтобы сделать такую эмульсию, похожую на майонез такой у нас будет. У нас селедка должна плавать там в этом маринаде, либо чуть-чуть глистить мы должны. Мы должны, чтобы она была погружена в маринаде. А, тогда еще маслица. Так, нет, есть рецептура. Ну вот, рецептура окей, похоже, да. Кладем масло на место. И теперь мы... О, отлично. Вот, наш селед, сельд. Все, вы взбиваете. А я сейчас тогда начну резать, начну резать сельд. Так, вот это емкость для сельди у нас. Да, я же буду сельд резать такими кусочками и складывать ее в эту емкость. Режем сельд на средние кусочки и укладываем в заранее подготовленную емкость для того, чтобы потом облить ее маринадом так, чтобы маринад был сверху, да, чтобы накрывал всю селедку, да? Да, потому что мы должны эту селедку в маринаде будем поставить в холодильник на 12 часов. Мы селедку будем поставить в холодильник на 12 часов. Да. Александр, скажи мне, пожалуйста, как у меня получается и все ли получилось? Ну, я вижу, что у нас получилась однородной консистенции жидкости. Да, похоже на шоколадный крен. Да, или на шоколадный майонез. Майонез, да. Вот, поэтому сейчас вот я все это складываю. Все, я могу закончить мешать венчиком? Подожди, вот сейчас я, когда все я порезу. А, я еще должен мешать венчиком, да? Ну, мешайте, взбивайте все это дело. Взбиваю, я взбиваю все это дело. А я буду резать, и вы будете стоять. Подождите, нет, это неправильно. Все. И теперь давайте... И теперь что мы делаем? Это выливаете вот сюда. Ага, я понял. Это выливаете вот сюда. Вот таким вот образом. Все, оно выливается. Надо добавить сюда перца. Это белый перец у нас добавляем. Это белый перец. Можно попробовать белый перец. Сколько перчика мы добавляем? На кончике ножа. Многие вещи, они идут, все спишут на кончике ножа. Это все интуитивно. Это 2-3 грамма, да? Да, 2-3 грамма, да. Теперь надо закрыть и класть в холодильник как минимум на 12 часов. Чтобы она настоялась. Чтобы она настоялась. Есть такое дело. Фольга подойдет? Да, закрывайте это фольгой. И убирайте это в холодильник. Есть. Спрашивай. Все. Вот так. Перед тем, как отправить селедку в холодильник на 12 часов, мне бы хотелось сделать еще раз глоточек этого замечательного кофе. Дорогие телезрители, мы с Александром пьем кофе, а вас ждет реклама. Она пройдет быстро. Не уходите далеко. Бывало, мой дед говаривал так. Чай не пил, откуда сила. Чай попил, совсем ослаб. Чего нельзя сказать про кофе. Не более про кофе, который приготовил Александр Стукалов. Кофе по-вьетнамски. Это бомба, Саша. Честно. А теперь я хочу показать, как можно приготовить в домашних условиях при помощи этой бутылки кофе фраэ. Как пьют его в Греции. Это только с под кефира, как в Советском Союзе были такие? Да, да, да. Ну, уже современные такие бутылки тоже. Что это надо сделать? Сюда засыпаю две ложки растворимого кофе. А растворимый кофе какой сорт? Я взял сублимитовый. Какой сукалов кофе, какой же может быть? Естественно. Теперь я сюда засыпаю сахар. Засыпаю сахар. А я тем временем пока достану яйца. Ты не против? Без проблем. Я сюда кладу пару кубиков льда. Бесе кофе со льдом. Лето, друг мой, лето. Я понял. На палец заливаю воды. Все, воды залил. Так. Залил воды. Так, теперь закрываю крышкой. Вот эта вещь, которую ты сейчас делаешь, она какой-то ингредиент для нашего блюда или это? Нет, это просто того, чтобы сейчас выпить чашечку холодного кофе. А-а-а. Ты хочешь меня порадовать? Тряси. Еще одним напитком. А, спасибо. Тряси. А я сейчас... А ты карача, а ты карела. А я сейчас просто немножко подбью лед. А лед зачем ты будешь бить? Потому что я на две стаканы забью ледом, чтобы у нас... Мы же готовим холодный кофе. Я думал, мы готовим селедку, как кофе. А мы плюс ко всему еще и фрапе, и по-вьетнамски. Повезло мне сегодня, друзья. Ох, напью себе кофе. Да. Я мечтал сегодня судьба об этом. Чего-нибудь потрясти в руках. Нормально? Трясу, трясу. Я трясу. Но заодно гляну, что у нас с картошкой. Это тебе не мешает. Не-не-не, все нормально. Считай, что у тебя даже какой-то маракас и музыкальный инструмент. Ну да. Дальше, мой друг. Вот, поди секунду. Что-то не так я сделал? Ну, почему не так? Вот теперь я сюда. Итак, мы выливаем содержимое бутылки, которое я трусил очень усердно, в молотый лед. Можно залить. Мне больше нравится заливать газированной водой. И вот я сейчас вам... Водица добавляется. Да. И сейчас я наливаю воду газированную. Так, давай. Вот, сейчас вам даю трубочку. Получилась пена такая. Пробуйте, мой друг. Ну что ж, давайте попробуем. Да, греческий фрапе просто в бутылке из-под молока. Замечательный вкус. Я представляю, что будет с селедкой. Если вот так просто кофе со льдом. В бутылке из-под молока. В бутылке из-под молока, мелко избитый молотком. Такое вкусное. Вкусно? Замечательный напиток. Вот так. В общем, самое интересное, этот напиток был изобретен в 1957 году. Бармен один, который был на стенде. Ты не против, я начну яйца чистить? У него не было никаких, у него не было кипятка. И он тогда в растворимый кофе налил просто воды. Так. То есть, вот таким образом родился напиток под названием греческий фрапе, который пьет вся Греция. Так, мы приступили к очистке яиц. Яйца мы как с собой будем? Как вы хотите. Я хочу, чтобы было вкусно и красиво. Ну, раз, значит, во-первых, думать просто. Просто и вкусно. Поэтому надо режеть и выкладывать. Режем? Да. Вот. А ну, царелка есть. Мы сейчас вытаскиваем картофель. Я думаю, этого достаточно. Не, ну, по две кратное число. Окей, договорились. Давай по две картошечки. По две картошечки. Все. Берем картошечку и красиво нарезаем, да? Да. А хотите, я еще приколю вам чай? Чай? Я специально принес сюда чайный кофейный сифон. Нет, я, конечно, хочу, но... Почему? Мы пока будем... Будет ли мне много жидкости на сегодня? Нет, что страшно. Летом жидкость пить полезно. А тем более чай, который я принес под названием Бабао Ти, это чай, который стимулирует пищеварение. Это раз. Во-вторых... Какой чай? Бабао Ти, это даже не чай, это китайские травяные сборы, которые называются 8 драгоценностей императора. Их очень полезно пить. Я принес лилию, лилию, и эта лилия как раз стимулирует пищеварение. Мы как раз выпьем этого чая. Тем более, знаете, даже сейчас... Я уже побывал во Вьетнаме, я себя почувствовал греческим философом. А кто откажется от того, чтобы попробовать себя в роли императора? Вот, у нас находится... Александр, очень хочу. Давайте сделаем так, пока будет арея, а я буду готовить все-таки то, что мне более знакомо. Можете эту колбу засунуть в морозильник, после чего... Облить ее кипятком. А потом длить кипятком, иначе ничего не будет. Теперь я беру горелку газовую. Так. Такие у тебя прибамбасы прям все с собой. Вот газовая горелка. Умни-уми-уми-порт, а все мое нашло с собой. Примусочек такой. Вот, теперь я сейчас приготовил фильтр, натянул тканевый фильтр. Так. Опускаю его сюда. Вот, вставляю. Сейчас немножко подаст кипятиться, его вставлю сюда. Восемь драгоценностей императора. Знаменитые китайские травяные чили, которые полезно пить. Тут находится тростниковый сахар. Все, оно готово к использованию. Вот у нас тут мы сейчас чаи сюда заложили. И теперь мы это все дело вставляем вот сюда. Закрываем и ждем, пока наш чай будет готовиться. Это так вообще похоже на самогонный аппарат, такой мини. Это похоже вообще-то, как самовар, это живой огонь. А, это стеклянный самовар. Ну, это нельзя взять стеклянный самовар. Это физика, девятый класс. А, понял. Мы ждем, пока, видите, вода потихоньку начинает подниматься. Мы увидим, как она будет купить. И мы успеем потом, съев бутербродик, и можно будет сюда кусочку селедочки положить на хлеб с маслицем, выпить чаю. Вы брали кофе, выпили чаю. Чай, хлеб с маслом и селедкой? Между прочим, самое интересное, сейчас в мире новой тенденции кофе к еде. Еда к чаю. То есть, вот, если, например, этот чай надо пить вот с этой едой. То есть, вот, чай пуэр вот тогда с этим, с грибами этими сушенными. И так стали пить кофе. Там, Гватемалу надо пить с кусочком разбифа. И вот так сочетание каждой своей кофе, именно плантационной кофе, который самодостаточен, который обладает всеми свойствами, можно, как вино, точно так же запивать и чаями, и кофе. Это новые тенденции в мире такие сейчас. Я посмотрю, что со свеклой. А что смотреть? Варится? Так я думаю, что она уже сварилась. Нет, я думаю, что еще нет. Да вот она готовая уже. Ничего, парочку минут. Окей. Ну, а пока варится свекла, я предлагаю посмотреть все вместе мастер-класс от Ольги Букс. Посмотрим. Да. Смотрим. Добрый день. Кроме пирогов и всевозможных кексов, печеньев и остальных сладостей, я еще очень люблю закуски. Даже когда я прихожу в ресторан, я могу не есть основное блюдо, но несколько видов закусок я обязательно заказываю. Также это относится и к домашним мероприятиям. Я очень люблю, когда стол наполнен всякими маленькими, большими тарелочками с закусками. Фотографии с домашних застольей я часто выставляю в социальные сети. И многие спрашивают, а что тут, а что там. И вот сегодня я хочу показать, что обычно я люблю готовить для дома. Сегодня я покажу 4 вида очень простых закусок. То есть это будет творожная паста, которую надо будет кушать с чипсами из питы, сыр в лаваше, запеченный в духовке, и баклажанная икра, которую, в принципе, все готовят и все знают. Но я покажу немножечко другой вариант. Начнем мы с тех блюд, которые надо будет запекать в духовке, а именно с сыра в лаваше. Я буду использовать сыр-президент. Его нужно будет нарезать дольками и завернуть в лаваш. Вот как я укладываю сыр. Теперь я это закручиваю. Тут отрезаю. Теперь мы нарезаем эти рулетики вот такими кусочками и выкладываем их на противень. Эти рулетики мы отправляем в духовку примерно на 20-25 минут, разогретую до 180 градусов. Теперь я сделаю чипсы из питы. Для этого мне понадобится несколько вот таких пит. Их надо порезать, чтобы получились вот такие треугольнички. Эти треугольнички надо разрезать еще. И также выкладываем это на противень. Теперь их нужно сбрызнуть немного маслом, присыпать солью. Это же все-таки чипсы получатся. А у чипсов есть специфический соленый вкус. И теперь присыпать еще и орегано. Теперь эти чипсы мы также отправляем в духовку на 180 градусов. Я перейду к закускам. И для начала я сделаю творожную. Для этого мне понадобится крем-сыр от компании «Президент». Мы его перекладываем в форму. Теперь нам нужно сюда добавить сметану. 20%. Тоже компании «Президент». Добавить нам нужно 200 грамм сметаны. Если здесь 400, это значит, что пол пачки. А теперь все это хорошенечко перемешать. Всю вот эту массу нам надо выложить на плоскую тарелку. Вот такая консистенция должна получиться. И мы аккуратненько ее распределяем по дну тарелки. Сюда мы режем базилик. Мелкими-мелкими кусочками. Сюда же мы выкладываем помидоры. Мелко нарезанные. Желательно уже без сока. И теперь нам нужны черные маслины. Можно использовать и зеленые. Главное, чтобы они были без косточек. Их можно было нарезать. Нарезаем их колечками. Также покрываем всю поверхность творожной закуски. Теперь так же быстро я приготовлю еще одну закуску. Это икру из баклажан. Для этого мне нужны печеные баклажаны. Начинаем добавлять сюда различные наполнители. Первый это будет зеленый лук. Мелко нарезанные помидоры. Мелко нарезанный красный перец. Сок половины лимона. Оливковое масло. Также я нарезаю сюда молодой чеснок. И 2-3 столовые ложки майонеза. Я буду использовать лиада. Так, одна. Две. Три. Надо не забыть посолить. И теперь мы все это перемешиваем. Итак, достаем наши закуски. Вот такие получаются чипсы. Сейчас они остынут и будут очень хрустящими. И вот какие получаются рулетики. Вот так вот минут за 25 можно приготовить такое огромное количество закусок. И эти чипсы если вы попробуете они никого не оставят равнодушными. А вот это вот крем вот этот кушается именно так. С чипсами или с каким-нибудь подсушенным хлебом. Вы берете и кушаете. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что мы делаем дальше? Дальше давайте мы сейчас пока уже по чистке свекла подошла можем нарезать помидоры, огурцы, лук. А то есть подготовить красоту? Да. Самое интересное в том, что я когда пробовал тот рецепт, я потом в остатках этого маринада кофейно-горчичного как-то один раз просто лук замариновал оставшийся. И получилось очень даже интересно. Потому что лук всегда вкусен тем более когда он немножко маринуется. Смотрите, видите, вот потихоньку вода стала при помощи пара вытесняться наверх и происходит заваривание чая. Я вижу там огромные кристаллы. Это что такое? Это кристаллический сахар. который тоже по китайским канонам очень полезен для организма. То есть тут все подобрано по старым китайским традициям. То есть это сразу сахар закидывается вместе с набором трав, да? Да. Наборов цветов, трав и все прочее. 8 драгоценностей императора. Бабао-ти вещь очень полезная. Александр, ты сказал о том, что ныне модно в Европе не только как бы к чаю блюдо подбирать и кофе блюдо подбирать. К селедке. Вот этот императорский чай подходит наше сегодняшнее? Во-первых, чай, ввиду того, что эпинатеза лилия бабао-чи, он как раз для пищеварения. То есть вот знаете, каким образом, что потребляя дежестивы напитки, которые стимулируют пищеварение, мы можем считать, что мы будем, только у нас будет не алкогольный, а чай не дежестив, который тоже стимулирует пищеварение наше. Он не вылетит наружу? Нет, он не вылетит. Вот как раз сейчас происходит заваривание чая. Посмотрите. Ух ты, это вся вода переместилась с нижняком вверх. Да, вот такой. Вот происходит как раз. А теперь дальше. Вот чем больше мы будем заваривать, вот надо порядка двух минут это бабао-чи заваривать. Тут очень хорошо заваривать пуэры, заваривать травяные настои. Вот эти травяные настои, они приобретают именно в сифоне определенный очень изысканный вкус. Делать чай, например, с веточкой мяты, ты никогда в чайнике не добьешься такого вкуса, как добьешься в чайно-кофейном сифоне. Саш, где можно принять вот такой сифон? приобрести. В сифонии. А! Вот, смотри, вот. Вот. И произошло обогащение кислородом. Диффузия произошла. Да, обогащение кислородом. Теперь мы сейчас должны снять верхнюю часть. У нас сегодня не просто кулинарная программа, а еще и урок физики и химии близко всего. Смотрите, вот идет как раз обогащение кислородом. И смотрите. Булькает, булькает. Так готовится и кофе, в общем, кофе, который приготовленный в сифоне, он тоже привлекает совершенно другой вкус. То есть, сделав кофе в турке, а потом приготовил в сифоне, получится сифония два разных напитка. Пока Александр занимается приготовлением чудо-чая императорского, я нарежу лучок, потому что селедка без лука. В общем, мы можем потом взять и промариновать этот лук, остатки лука, промариновать этот лук. И попробуйте завтра. Песня. Фантастика. Так, ну что ж, я думаю, что пора доставать и нашу свеклу. То есть, я выключаю. Все, зеро. Есть. Есть. Так, теперь давайте куда-нибудь тарелку, чтобы я выложил туда нашу свеклу. Будьте любезны. Даю, даю тарелочку. Пожалуйста. Достаем свеклу. Теперь надо ее чистить. Вот теперь давайте резьте его. Одну крупно, одну более мелко. Понял. Я возьму вилочку, можно? Чашки я возьму, да? Да. Уберу в чашки, чтобы вы могли продегустировать этот ба-бао-ти волшебный напиток 8 драгоценностей императора. Чтобы мы свое улучшили пищеварение, мой друг. Перед тем, как мы будем употреблять селедочку, замаринованную в специальном фирменном соусе от Александра Стукалова жизненно необходимо сделать несколько глотков прекрасного императорского чая. Да. Опять же, приготовление Александра Стукалова. Да. Если честно, Саша, по секрету, такого чая я еще не пил. Так, я приступаю к свекле. Так. Итак, как мы говорили, это так, крупными кусками, крупными кусочками, да, и мелкими кусочками. Саша, все знают, что ты знатный кофеман, чайман. Как я понимаю, это смысл твоей жизни. Ты без этого жить не можешь. А помимо этого, хобби есть какой-то в жизни у тебя? Любишь еще чем-то заниматься, помимо чая и кофе? Ну, во-первых, ты знаешь, я хочу сделать музей кофе в Молдове, у меня 1500 предметов кофейных. То есть, я собираю все связанное. А у тебя еще нет музея? И музея еще пока, увы, нету. Но, в принципе, в общем, на следующий год мне обещали выставку в музее этнографии. Весь отдают второй этаж на три месяца. Под музей кофе? Ну, да. То есть, я уже готовлюсь, начал готовиться к выставке следующего года, потому что как положено описание. Ну, там очень много разных нюансов есть. Поэтому надо сделать правильно все. У меня просто потихоньку меняются приоритеты. Я каждый раз нахожу себе новые нюансы. То есть, потому что жизнь должна... Открывай в себе новые возможности. Почему бы нет? Я пытаюсь еще рисовать, пока пробую. Рисовать кофе. Так ты еще и рисуешь. Я тоже начал потихоньку, но пока, грубо, в общем, это первое признание в том, что я начал делать такие вещи. Итак, свекла на своем месте. Осталось выложить сверху сельки. на заранее приготовленные ингредиенты. Да, окей. Есть. Запах замечательный. Пахнет кофе. Между прочим, пахнет кофе селедочка наша. И теперь вот надо будет этим полить. Ух ты. с соусом полить овощи. А я тогда возьму и немножечко лучка, да, вот так вот, чуть-чуть, как мы говорили. Так, несколько лепесточков буквально для красоты. Вот так вот. Что скажешь, Александр? Нормально? Я думаю, да. Симпатично получается? Очень даже. Может быть, немножко зелени? Давайте укропчика чуть-чуть. Чуть-чуть укропа. Вот так вот. Мелко-мелко-мелко-мелко. Я готов. Глоток чая. Глоток чая. Мы приступаем к церемонии. Друг мой, дайте, по-моему, по бутерброду. По бутербродику. На масле. Классика жанра. Ржаной хлебушек, маслицы, селедочка. Как тебе масло, Саш? С таким маслом? Любая селедка. Изыск. 100%. Для приготовления норвежской сельди в горчичной кофейном соусе нам понадобилось 50 мл крепкого кофе, 40 г горчицы, 100 мл растительного масла, 500 г норвежской сельди, 5 г белого молотого перца. Для гарнира нам понадобилось 300 г свеклы, 300 г картофеля, 3 отварных яйца, 1 красная луковица. Любимая часть программы перед тем, как мы начнем дегустировать по технологии, глоток чая. Да, можно начинать. Селедочка в специфическом соусе от Александра Стукалова с применением кофе. Вот это не селедка. Это произведение искусства. Я больше чем уверен, когда откроется театр под предводительством Александра Стукалова, наверняка мы с вами попробуем, скажем так, яичницу с кофейным соусом, а окрошку с кофейным маринадом. Да? Почему бы нет? Сосиски обжаренные в кофе. Во-первых, в Сиэтле, когда-то делали стейк с кофе, это очень модно было лет 5-7 назад. Я надеюсь, вам тебе понравилось? А более того, я чувствую, что у меня наладилось пищеварение. Да. Это же не просто так. Потому что это императорский чай. Александр Стукалов. В программе «Просто и вкусно». Ну, мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Берегите себя и приятного вам аппетита. До свидания. Пейте кофе и будет вам счастье. Генеральный спонсор показателей передачи «Просто и вкусно» торговая марка «Президент». Спонсоры показателей передачи «Просто и вкусно». Торговые марки Лиада. Ханса.